Все началось сразу после оглашения результатов выборов в городской парламент. Яблоку удалось вернуться на большую политическую арену. В Мариинском дворце им досталось шесть кресел. Но вместо того, чтобы праздновать успех, партийцы начали ругаться друг с другом. Мандаты Вячеслава Натяга и Ольги Галкиной часть яблочников назвали нечестными. Якобы получили их народные избранники и в результате фальсификации. Коллег попросили сдать депутатские удостоверения. Вместо этого Галкина и Натяг положили на стол свои партийные билеты. Дальше травля коснулась соратников-изгнанников. Максима Резника и еще двух десятков партийцев. В результате и их из яблока исключили. Вышедшие на этой неделе из партии 12 ее бывших членов написали открытое письмо. В нем они называют историю с мандатами Галкиной и Натяга провокации. От действия Григория Явлинского погромом в региональном отделении партии. Люди активные, с активной жизненной позицией, которые вообще-то основу яблока составляли, вероятно, ему стали неудобны. Это моя версия. В итоге конфликт, который сначала его по большому счету не интересовал, насколько мне известно. Ну ладно, там какая разница, кто будет депутатом. Мне так кажется, был использован для того, чтобы произойти то, что произошло. То есть зачистку поля для создания новой квази-яблочной организации Петербурга. Основатель яблока Григорий Явлинский в эту среду заявил, что искренне сожалеет о каждом потерянном партийце, но и мириться с фиктивными, по его мнению, мандатами не намерен. Кроме того, партия готова продолжать судиться и все-таки отнять мандаты у Галкиной и Натяга. Обвинение в том, что Григорий Явлинский создает вместо демократической партии секту имени себя, сам антигерой воспринимает с улыбкой. Мы не закрытая секта, мы открытая организация. У людей есть разные точки зрения. Мы сейчас сформировали, в том числе и с числа членов партии, 1500 человек, которые будут участвовать в формировании участковых избирательных комиссий. Более 600 человек готовятся к вступлению в партию. Не секрет, что петербургское яблоко уже давно как кость в горле Смольного. И в том, что региональное отделение развалилось, некоторые эксперты винят руку власти. Хотя авторитетные петербургские политологи в теорию заговора не верят. Здесь злую шутку сыграл банальный конфликт интересов. Людей в партии много, а мест в парламенте только шесть. Когда лидер, благодаря которому партия пришла в законодательное собрание, оказался отстраненным, оказался на вторых ролях, и номинальный руководитель, известный депутат в законодательное собрание или фракция Яблоко, стал руководителем, очень многие совершенно справедливо отказались находиться под началом человека, который не является лидером партии, а является не более чем номинальным руководителем фракции. Результат этих политических баталий – призрачное будущее Яблоко. И действительно, что теперь осталось от петербургского отделения, неясно. Те люди, которые формировали электорат партии, стояли на митингах против Охта-центра и сидели в автозаках после массовых декабрьских митингов, в партии уже не стоят. И все эти политические бои без правил проходят как раз в то время, когда бы лучше заниматься подготовкой к грядущим в 2014 году муниципальным выборам. Григорий Павлов, Виктория Жюрик, Александр Калинин. Петербургская неделя.